МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работа все-таки уже близится к завершению. Основная часть, по крайней мере, как мы себе это представляем, должна была быть проделана. Какие промежуточные итоги вы можете подвести? Что удалось сделать? Идем ли мы в соответствии с планами? Или, может быть, опережаем их? Или как обстоят дела? Елена, во-первых, хочу поблагодарить, что вы в очередной раз предоставили мне возможность выступить в вашей студии. Мы всегда рады. Во-первых, из уст министра, наверное, можно услышать ситуацию, которая складывается на самом деле сегодня. А не из тех рассказов, из тех сплетен, которые собираются вокруг всего этого министерства или там вокруг дорожной деятельности. То есть вы уже успели это почувствовать? Да, я уже это успел почувствовать. На самом деле, вы правильно говорите, что сегодня уже, кстати, 30 сентября. Завершается третий квартал. То есть мы завершаем 9 месяцев. И по итогу 9 месяцев, наверное, можно даже сделать какие-то уже промежуточные итоги. Сделать для себя определенные выводы, где мы недорабатывали, где мы недосмотрели, и что нам еще предстоит сделать. Я просто напомню вкратце те цифры, которые я уже неоднократно озвучил, но, может быть, я в очередной раз повторюсь. Ну, по крайней мере, для сравнения они будут очень уместны. По программе безопасной и качественной автомобильной дороги на этот год предусмотрено финансирование в размере 3 миллиарда 20 миллионов рублей. Из них федеральных средств – это 1 миллиард 162 миллиона рублей. А на что пойдут эти деньги? Есть такое понятие – нормативное состояние автомобильных дорог. Вот используя сегодняшние средства, в конце года дороги, которые относятся к межмуниципальным или региональным в нормативном состоянии мы должны привести 46,7%. От общего количества? От общего количества дорог регионального значения. А дорог городской агломерации мы должны привести в нормативное состояние 67,8%. Сейчас касается количества дорог, количества объектов, которые в этом году мы выполняем. Всего объектов по этой программе 65. Законтрактовано на сегодняшний день 64. В начале года было 49 объектов. Потом в результате экономии дополнительно проторговали еще 9 объектов. И в результате дополнительно финансировали еще 7 объектов. У нас незаконтрактовано на сегодняшний день это один объект – улица Гражданская. Которая находится еще в экспертизе. Мы ждем положительного заключения. Я надеюсь, что до конца текущей недели положительное заключение будет получено. И соответственно, где-то в числах 10-15 октября торги пройдут и будет определен победитель. Павел Михайлович, к сожалению, в последнее время часто приходится слышать мнение, когда речь идет об экономии на строительстве дорог, потребители, как правило, приходят в какое-то возбужденное состояние. И почему-то нам кажется, что если там сэкономили, значит, сэкономили в первую очередь на качестве. Так ли это? Во-первых, мы никак не можем обойти 44-й федеральный закон. По условиям 44-го федерального закона все участники дорожной деятельности имеют право принимать участие в аукционах по определению победителей для строительства дорог или для ремонта дорог. И, соответственно, иногда идет такая жесткая конкуренция, идет достаточно сильное падение. Но вот на сегодняшний день мы пока на этот процесс повлиять не можем, потому что бывает неоправданно очень сильное падение. Неоправданно. Но, кстати, с 1 сентября будет 64-й федеральный закон вносится изменение, по которому мы победителя можем определять не по результатам аукциона, а по результатам конкурса. А по конкурсам там есть еще и другие критерии. То есть, кроме цены, там есть еще опыт работы, есть качество работы. Соответственно, есть другие критерии, по которым можем оценить участников данных торгов. Но, тем не менее, все равно ведь есть же какие-то рычаги. Но, я не знаю, вы обязаны проверять качество. У нас есть дорожная лаборатория, которая этим занимается. Можно ли принять объект, который построен, ну, прямо скажем, не очень хорошо. Ну, конечно, нет. Такие объекты, конечно, и не принимаются. Во всяком случае, вот смотрите, завершается у нас год, как мы уже говорили, да? У нас 65 объектов. Из них на сегодняшний день завершили уже 38 объектов. Это порядка 60%. Но работа, на самом деле, выполнена больше. То есть, объектов, которые уже готовы к сдаче, гораздо больше, их процентов, наверное, 70-75 или под 80 уже. Но идет процесс сдачи документов. Принимается исполнительная документация. В том числе оценивается качество дороги, лабораторные анализы проводятся. Проверяет качество заполнения исполнительной документации. Поэтому процесс идет достаточно медленно, потому что те люди, которые принимают те или иные объекты, они, конечно, несут большую ответственность. И рисковать никто не хочет. Поэтому этот процесс достаточно затягивается на долгий период такой. Если мы говорим об отремонтированных объектах, какие самые важные, самые главные, может быть, какие-то ключевые вы можете назвать этого года? Да, в этом году мы завершили капитальный ремонт проспекта Тракторостроителей в городе Чебоксары. Протяженность оставшегося участка – это 1400 метров. Стоимость порядка 90 миллионов рублей. С завершением данного участка мы завершили капитальный ремонт всего проспекта Тракторостроителей. Это порядка 10 километров. Кроме этого, мы завершили реконструкцию улицы по проспекту Ивана Якулева. Это 2,4 километра. Общая стоимость данного проекта была порядка 684 миллионов рублей. Ну, как вы, наверное, уже увидели, проспект Якулево кардинально поменялся. Во-первых, расширили проезжую часть автодороги. Она стала шестиполосной. По три полосы в каждую сторону. Провели обустройство тротуаров. Смонтировали освещение. Провели озеленение. То есть, выполнен полный комплекс всех работ. Это тоже достаточно такой важный объект был. Далее. Завершили капитальный ремонт моста через реку Сугутка. Протяженность данного моста – 274 погонных метра. Общая стоимость в этом году была где-то порядка 96 миллионов рублей. Ну, 400 метров, да. Какое значение все это? Ну, конечно, да. Но дело в том, что объект был переходящий. Мы его начинали в прошлом году. В этом году только завершили. Причем ремонт проводила компания ООО «Стройсервис» без остановки движения. В прошлом году отремонтировали правую сторону. В этом году отремонтировали левую сторону. Но это городские, так скажем, крупные объекты. Кроме этого я могу, например, региональные дороги, которые мы в этом году тоже где завершили капитальный ремонт. Это дорога Алтышево-Согино-Шамурша. Там порядка 7 километров тоже провели ремонт. Недавно была сдача. Дорога получилась очень красивая и качественная. На этом объекте работала компания «Автодор». Кроме этого мы еще работали, например, на капитальном ремонте автодороги «Анишет» в Урмарском районе. Там в этом году провели капитальный ремонт на двух участках порядка 7 километров. Генеральным подрядчиком выступала компания «Воддорстрой». Ну, это вот такие наиболее крупные объекты. Но кроме этого же есть очень много маленьких объектов, небольших объектов. Это ремонт уличной сети, это ремонт небольших мостовых каких-то переходов. Я вам просто назвал такие крупные объекты. Владимир Михайлович, вот вы упомянули, ну, по меньшей мере, три компании. То есть это можно сказать, что ваш дорожно-строительный актив. Или есть еще компании, с которыми чаще всего заключают контракты, потому что они зарекомендовали себя как исполнительные, ответственные подрядчики. Ну, те компании, которые я перечислил, они на самом деле имеют большой опыт работы. У них есть уже хорошая репутация. Кроме этого, наверное, я могу к этому списку добавить еще компанию «Дорис», которая в этом году тоже работает и на федеральных объектах, и на городских объектах. Проспект Никольск, вот они отремонтировали, был капитальный ремонт. Значит, наверное, компания «Дортех» достаточно молодая компания, но тоже такая амбициозная. В хорошем смысле. Да, в хорошем смысле, значит, в этом году ведет компания «Дортех» ремонт на автодороге Чебоксара-Сурска в районе города Шумерли. Ну, это участок от города Шумерли до поселка Порецкое. В этом году они сделают там ремонт порядка 20 километров. Кроме этого, они работают и по другим программам, не только безопасные и качественные автомобильные дороги, но еще программа комплексной развития сельских территорий, например, строят дороги в поселке Восход, Талатарский район. Та же компания «Дортех». Поэтому, как бы, вот те компании, которые я перечислил, это наиболее такие большие, наверное, компании. Но кроме этого, еще смотрите, есть компания «Ремис», которая работала на реконструкцию Ивана Якулева. Компания «Автодор», которая работает в городе, имеет большое количество объектов. «Автодор», например, вот «Эгерский бульвар» в этом году, работал на «Эгерском бульваре», проводил капитальный ремонт. Ну, это крупная компания. Были ли прецеденты в этом году, что кого-то из подрядчиков пришлось внести в черный список? В этом году нет. В прошлом году, да. Эта компания «Волга-Дорстрой», к сожалению. Кстати, она не «Чеваксарская», компания «Казанская» из Татарстана, которая работала на участке автодороги «Шахазан-Калинина». Этот участок они, к сожалению, так и не завершили. Но они попали как раз в черный список тех подрядчиков, которые не выполняют свои обязательства. А судьба участка? В прошлом году эта компания приступила к капитальным ремонту. Но уже в конце года контракт был расторгнут между компанией «Волга-Дорстрой» и заказчиком «Чеваш-Упор-Дором». Из-за того, что были большие претензии к качеству работы. Но они работали уже достаточно в позднее время, ноябрь-декабрь, когда уже и асфальт не положишь качественные. И был расторгнут этот контракт. А в этом году, весь год он прошел в судах, к сожалению. С ними. 10 октября будет такая заключительная экспертиза. И после этого, наверное, уже будет перезаключен контракт с другой компанией в результате аукциона или конкурса с другой компанией, которая, наверное, будет завершать этот объект. Уважаемые телезрители, готовясь к программе, Министерство транспорта и дорожного хозяйства традиционно объявило сбор вопросов в соцсетях. Так вот, вопросы, которые поступили в ходе подготовки. Когда будет ремонт дороги в Ибресе? При выезде в сторону Березовки дорога ужасная. Да, но это, кстати, дорога уже ремонтируется. Это Ибресе-Березовка-Кудееха. Начали ремонт в прошлом году, капитальный ремонт. Проводит работа компании ТУЗ. В прошлом году был отремонтирован порядка 5 километров. В этом году 7,3 километра у них. А всего? А следующий год у них еще 6 километров. К сожалению, идут пока с небольшим отставанием. Само дорожное полотно они уже уложили. Но вот обустройство тротуаров, они пока отстают компании ТУЗ. Но я думаю, что пока погодные условия позволяют, пока есть какое-то еще время, небольшое, конечно, они завершат в этом году свой участок и сдадут этот участок. Есть в Ибресе-Березовском районе еще очень такой проблемный участок автодороги Калинин-Батарево-Яльчике. На следующий год там начнется капитальный ремонт. В общей сложности будет два участка ремонтироваться. Протяженность 14 километров. Оба за следующий год? Да, оба за следующий год. Победитель еще не определен. В ближайшее время состоится конкурс. Но со следующего года приступят, как будет определен победитель, со следующего года, как позволят погодные условия, они приступят к работе. Если уже говорить об Ибресенском районе, продолжим. В 22-м году там запланирован ремонт участка автодороги Аниш, это подъезд в поселку Ибресе. Порядка 8 километров. Ну, соответственно, пока еще не конкурсов не проводили и подрядчик пока там не определен. Но поскольку времени все-таки еще достаточно. Но на 22-й год там уже заложено финансирование, порядка 390 миллионов рублей заложено финансирование. Так что Ибресенскому району в этом плане повезло. И в прошлом году, и в этом году большие объемы работы еще на следующий год, и на 22-й год еще. Владимир Михайлович, но если говорить о перспективном планировании, какую часть ваша отрасль заняла в программе комплексного развития Чувашии до 2025 года? В комплексном плане развития Чувашской республики в период до 2024 года непосредственно отразились те объекты, которые запланированы именно до 2024 года выполнить. Это ремонт, строительство, капитальный ремонт. А что касается вот этой программы безопасной, качественной автомобильной дороги, которую уже начали реализовывать в 2018 году, я просто напомню цифру, за 2018, 2019, 2020 года был выполнен ремонт примерно 340 километров автомобильных дорог. И, естественно, эта программа, она так вплелась в комплексный план развития Чувашской республики и дает существенный такой экономический, финансовый эффект, конечно. И мы видим вот на наших дорогах, даже на примере нашей уличной магистральной сети в городе, мы видим, как изменились наши улицы. Но, тем не менее, все-таки претензий пока еще тоже, к сожалению, достаточно. Ждем годами освещения дороги, отремонтированные по программе БКД и тротуаров улица Пролетарская. Чебоксара. Да, это вопрос, конечно, больше, наверное, городской администрации, но, тем не менее, я знаю, что у них в плане есть, к сожалению, не могу сказать именно в какие сроки предусмотрено там внешнее освещение, но знаю, что в плане это и есть освещение. По какому принципу выбирают и утверждают перечень дорог для включения их в программу ремонта на следующий год? В рамках национального проекта, в рамках любых других программ? Вот что касается городской агломерации, но здесь, конечно, в первую очередь проводится диагностика автомобильных дорог и во вторую очередь вносится на общественное обсуждение. И по этим результатам определяются те дороги, которые необходимо отремонтировать или реконструировать. Что касается уже межмуниципальных дорог, региональных дорог, то здесь тоже, конечно, в первую очередь диагностика, а в вторую очередь это, наверное, такой показатель, как интенсивность движения. Да, то есть здесь больше зависит именно от интенсивности движения, наверное, уже. То есть диагностика – это чисто техническое состояние, интенсивное движение – это популярность. Да. Все понятно. Спасибо. Определены ли объекты на следующий год? Ну, разумеется, определены. Наверное, все-таки стоит назвать какие именно. Вот только что я вам говорил. Калинин-Батарь в Ельчике. Это у нас такой объект очень крупный будет. На следующий год будет завершаться достаточно крупный объект – Марпасад, Октябрьская, Козловка. В этом году водорстрой там уже приступил к работе. По итогам этого года должно выполнить объем порядка 90 миллионов рублей. Ну и на следующий год основной объем – это еще порядка 200 миллионов рублей. Кроме этого, на следующий год у нас такой очень сложный участок – это Аллатр-Ордатвы. Там порядка тоже 6 километров, 6 километров 700 метров. В этом году водорстрой на этом участке приступил, но чисто подготовительную работу они пока выполнили. На следующий год основной объем работы – это тоже порядка 290 миллионов рублей. Такие крупные объекты. Но также предусмотрен на следующий год реконструкцию участка автодороги Чебоксара-Сурская. Тоже так. Ну вот все то, что я вспоминаю. Ну и по городу здесь тоже есть объекты, которые будут ремонтироваться, улицы, которые будут ремонтироваться. Без работы ваша отрасль сидеть точно не будет. В ближайшие годы это очень радует, то, что без работы мы пока сидеть не будем. Ну вот, допустим, с дорожным хозяйством мы завершили. Давайте перейдем сейчас к транспорту. По организации транспортных перевозок тоже достаточно много вопросов. Когда, наконец, наладят движение между Чебоксарами и Новочебоксарскому и Новочебоксарскими Чебоксарами в нормальном объеме, в нормальном качестве. Потому что пока что недостаточно ни транспорта, не устраивает график движения. Это очень проблемный такой участок, конечно. На этом участке, я имею в виду, на этих маршрутах Чебоксары, город Новочебоксарск, у нас 7 маршрутов. Вот на сегодняшний день. Работает порядка 150 автобусов на этих маршрутах. Ну вот, когда были такие выездные проверки сотрудников министерства, конечно, выявляли нарушения. У очень многих перевозчиков это маршруты 220-й, 270-й, 331-й маршруты. Наверное, это было связано с пандемией. Дело в том, что в период пандемии перевозчики пострадали в большей степени. И вот сейчас они как-то пытаются решить свои финансовые проблемы, сокращает количество автобусов. Например, там по одному маршруту запланировано 35 автобусов, а хоть в реальности 24. И вот в результате вот этих выездных проверок мы выявляем такие нарушения, пишем претензии перевозчику. Но пока не штрафуем, но пишем претензии. А кардинально эту ситуацию, наверное, будем менять. Знаете, вот мы сейчас уже как бы готовим новый документ планирования. И в четвертом квартале текущего года будет объявлен конкурс. Будет объявлен конкурс на 4 маршрута. Это у нас 101-й С, это 270-й, это 220-й, это 234-й. И по условиям данного конкурса, те, кто будет принимать участие во вслуживании этих маршрутов, должны принимать участие только автобусами среднего класса. То есть мы здесь будем выбирать автобусы малого класса уже. Я надеюсь уже, что с первого квартала следующего года перевозчики, которые будут победить на данных маршрутах, они будут уже оказывать услуги именно автобусами среднего класса. Это что значит? Какой вместимости должен быть автобус? Ну, если мы имеем в виду вот эти маленькие, небольшие автобусы, это малого класса, то среднего класса это могут быть пазики, например, да? Или там другие автобусы могут быть. Поэтому, конечно, требование достаточно, так скажем, оно жесткое для перевозчиков. Связано с чем? Дело в том, что у нас вот часы пик пассажиров, это утро и вечер. А днем, как правило, автобусы ходят пустыми или полупустыми. Если мы заставляем или мы предлагаем перевозить этих же пассажиров уже автобусами среднего класса, то здесь большой риск то, что многие могут, маршруты будут не совсем рентабельными. А почему нельзя сделать какие-то вот, ну, я, конечно, в этом отношении дилетант, но вот как мне представляется, нельзя ли выставить какие-то гибкие требования? Например, утром и вечером в часы час пик маршрутчик, вернее, подрядчик обязан перевозить автобусами вот среднего класса, да, и большой вместимости. А в середине дня, когда нет такого высокого спроса, достаточно обычных маршруток. Так нельзя? Так тоже можно, но мы хотим все-таки именно на маршрут Чебоксар-Ночебоксар, чтобы работали автобусы среднего класса, все-таки, среднего типа, среднего типа. Ну что ж, Владимир Михайлович, спасибо вам за такие подробные ответы. А я напомню, что с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики Владимиром Осиповым мы планируем встретиться еще раз в эфире в конце года, чтобы подвести окончательные результаты работы 2020 года. Готовьте свои вопросы, а пока спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова